Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Павел Анна Павел, какими судьбами? Я вас ждал Что-то случилось? Хотел с вами поговорить. Вы уделите мне немного времени? Если только недолго Ну, конечно Пойдемте Какую, однако, вы мне задали задачу Как продвигается? Продвигается, но медленно Это работа не одного дня Для расшифровки полезно бывает знать что-нибудь о предмете Это может натолкнуть на какие-нибудь идеи Раз уж вы занимаетесь этим делом Ну, занимается делом Яков Платоныч А я так Интересуюсь Почему-то мне кажется, что Сегодня ночью Вы продвинулись гораздо дальше, Яков Платоныч Да, вы сегодня другая Не такая, как были вчера Да, кое-что случилось Ну, не убивал я, барышка, вроде Ложки взял Но не убивал Она, она уж там мертвая лежала Ложки, значит, только взял Ну, а кто ж тогда убил, если не ты? Так девка это и убила Барышня-то из дома, как полоумная побежала А я там пьяненький сидел А она по улице, как припустила А я пошел в дом, посмотреть Ну, чего там А она уж там мертвая, хозяйка Ложки взял Ну, зачем они ей, барышня убила Лица на ней не было И побежала Дайте водички, а Ваше скоброде Антон Андреевич Не убивал, значит Ну, нет, ей-богу Ты вот что мне скажи Ты ведь напротив этого дома, Курочкиной Днями напролет сидишь Ну, так и ночами тоже А чего мне далеко ходить Я, я и сплю там Ну, так, тем более, значит, должен был видеть Кто там возле дома крутится Кто к ней в гости приходил Так, одна она живет, ну Кому она нужна-то Ты давай вспоминай Не то на каторгу пойдешь за убийство Девочка писала стихи под диктовку отца Ну, то есть он диктовал ей слова Которые она складывала в стихотворение И записывала в эту тетрадь Это может вам помочь? Да, возможно Еще кое-что Один человек каким-то очень странным образом Связан с этой историей Наш сосед, князь Разумовский Девочка является ему в виде духа Странно Ужасно странно И таинственно Да Я захвачен этой тайной Потому что могу ее Открывать вместе с вами Мне пора в участок Меня ждет Яков Владимирович Мне очень интересно, как продвигает следствие Мы можем с вами вечером увидеться Пожалуйста Только вы подождите меня на улице возле дома Я выйду к вам около шести Просто мои родители, они ужасно старомодны Это я понимаю Да Я не прощаюсь Точно Заходил к ней Один мастеровой на днях Мастеровой? Да Зашел к ней с черного ходу Из саду Вот она ему сразу Калитку-то открыла Когда это было? Не помню Ну вот На днях Да нет Ты мне скажи В тот вечер Когда Курочкина убили Кто к ней приходил? Ну не видел я никого Ну пьяный ж я был Откуда у тебя это? Чего? Сигара А Так Этот ее и бросил Мастеровой Он и раньше ко мне Подходил сапоги почистить Вот А потом я смотрю Он Курочкиной шасть Вот А сигару Энту бросил Когда деньги мне отдавал Чего же он ее бросил-то? Ну он ее из кармана вытащил Она сломанная Вот он ее и бросил Узнать его сможешь? Я на лица не смотрю Больно надо шею задирать Ну Отпустите в камеру А Барин Ну ночи нет Ну Ну не знаю я больше ничего Ну Ладно Иди проспись Да подумай хорошо про этого мастерового А Иди давай Яков Платоныч Вызывали Прошу Хотел поговорить с вами В неформальной обстановке Слушаю Это я вас слушаю Яков Платоныч Рассказывайте Как проходит следствие Работаем Дело произвело большой Общественный резонанс Вы читали Сегодняшний Затонский телеграф Нет А что? Там такие версии выдвигаются Просто Роман с продолжением Кроме того Ваши запросы Наделают шуму в Петербурге Я конечно подписал И отправил Но мне кажется Вы гордите огород на ровном месте Дело Прошлое к нашему делу Никакого отношения не имеет Все ведь было ясно С самого начала Что Числящик Признался в убийстве В убийстве нет Он признался в краже ложек Вы сигары давно курите Николай Васильевич? Да нет Вот А решил С сегодняшнего дня Почему бы и нет Интереснейшая Штука Это Кубинская сигара Кстати говоря Мне ее презентовал Сам Князь Разумовский Разумовский? Угу А вы с ним знакомы? Да А когда вы его видели? Вчера В собрании Прекрасный человек Несмотря на то, что птица столичного полета Местными делами интересуется Кстати говоря Это убийство Его интересовало очень Вот как? Ну да Весь вечер Расспрашивал Кстати говоря Он что-то тогда слышал Об этом деле Лоунса И что Про тетрадь спрашивал? Интересовался Извините Должно идти Сложно А Да-да Я Платоныч Не смей задерживать Честь имею Честь имею Голубчик Огоньку Здравствуйте Анна Викторовна Что-нибудь новое? Девочку звали Элис Отец Отец Ее отец Диктовал ей слова Которые она складывала в стихотворение По принципу Которому он ее обучил Так получались шифры Надо признать Девочка обладала Потрясающим талантом Только пожалуйста Яков Платоныч Вы меня не спрашивайте Опять Как я это узнала? Чистильщик дал показания Утверждает Что это вы убили Корочкина Что? Разумеется Это чушь Там за пару дней до этого К ней приходил мастеровой В доме все перерыто Возможно искал тетрадь Перерыто? Угу Ну я думала Это ваши люди все перерыли Нет Мы не имеем обыкновения Вести себя так на месте преступления Ну позвольте Когда я пришла к Корочкиной Первый раз Ее доме был порядок А когда я пришла туда потом К вам Да действительно На полу валялись вещи Но я была убеждена Что это вы Остайте Значит убийца в доме Я ничего не искал Орылся там чистильщик Благодарю вас Анна Викторовна Полагаю Вы можете быть свободной Я еду к вашему соседу Кстати могу подвезти Князю Разумовскому Я с вами Готовы ехать к высокородному соседу В компании полицейского Ну разумеется Хорошо Едем Прошу вас Извольте обождать здесь Я доложу их сиятельству Вы? Да как вы? Ваше сиятельство Нахожусь здесь При исполнении Служебных обязанностей Начальника Сыскного отделения Затонского Уездного управления полиции Прошу вас Ответить мне На несколько вопросов По надеюсь Известному вам делу Убийству госпожи Курочкиной Кажется Когда-то вы Были знакомы С неким Господином Лоренцем Да Я знал его Когда-то Даже бывал У него в доме В Петербурге Это ни для кого Не секрет Разумеется Я не знал Его шпионской деятельности У него служила В доме Курочкина Тихая Бесцветная Особа Вот я поинтересовался У вашего начальника Как идет расследование А могу ли я Поинтересоваться Где вы были Третьего дня Восемь часов вечера Да вы с ума сошли Что вы себе позволяете Ваше сиятельство Моя прямая Обязанность Задавать вам такие вопросы Мне Мне задавать такие вопросы Да как вы смеете Да одно мое слово Ваше министерстве И вы городовым Пойдете Служить на Камчатку На Камчатку Так на Камчатку Мне не привыкать Извольте все же Припомнить Где вы были В указанное время Каждый вечер Я играю в дворянском собрании Допознав карты Вы спросите у вашего начальника Мы с ним вместе играем Благодарю Анна Викторовна Что же вы молчите Если у вас есть Какие-нибудь вопросы То извольте Я с удовольствием На них отверю Да у меня есть вопрос Но я бы хотела вам его задать С глазу на глаз Прошу в мой кабинет Что случилось с Элисом? Кто такая Элис? Вы знаете Вы обещали держать в тайне Мою просьбу А сами привели в мой дом полицейского О вашей просьбе никто не знает А господин Штольман Сам изъявил желание поговорить с вами лично Так вы мне поможете Я помогу вам Если вы поможете мне Девочка пропала Расскажите мне Что вы об этом знаете Да откуда мне знать Почему она приходит к вам Да я не знаю Я и Лоуренс этого едва знал Помогите мне, голубушка Принесите эту тетрадь Она сводит меня с ума Еще ночью я просто не переживу Я попробую Вы ведь знаете С этим человеком я дрался на Дювере Да я знаю Вы сейчас словно схватились с ним на Дювере И победили А какой он спектакль разыграл Он ведь не мог не знать Что я здесь В Затонске О чем вы с ним говорили Ну Это личное Между вами и князьми Есть что-то личное? Благодарю за помощь, Анна Викторовна Яков Платоныч Яков Платоныч Ну Ну чем я могла вам помочь? Вовремя отвлекли внимание Да вы что Вы что с ума сошли? Чистильщик дал показания За два дня до убийства Курочкина И к нему приходил Мастеровой И обронил точно такую же сигару В нашем городе кроме князя Такие не курит никто Неужели вы думаете, что Что князь может быть замешан в этом деле А вы думаете, что знатные особые Не совершают преступлений? Между вами же столько личного Спросите Трогай Яков Платоныч Я выяснил Обе сигары идентичны И они не только одной марки Но и одной партии Более того У нас в городе Кубинские сигары Нигде не купить Их нужно только выписывать На заказ из Петербурга Вот теперь я точно уверен Что князь приходил В гости к Курочкиной При этом переодевшись В мастерового Так, а зачем? Думаю, его очень интересует Эта тетрадь То есть получается, что Князь убил Курочкину? Нет, у него Алиби В тот вечер он Играл в карты В дворянском собрании Извините меня За эту таинственность Ну что вы Это даже приятно Просто родители Они Они во всяком Мужчине видят жениха А вы не мечтаете о замужестве? Я не тороплюсь Вы не мечтаете о любви? О семейном счастье? Мне кажется, что все будет Со временем Я вас понимаю Я тоже считаю Что сердечное томление Нужно придержать До времени Но в такой вечер Достаточно трудно сделать Расскажите мне о текстах Удалось вам разгадать шифр? Да Я почти разгадал шифр Я не понимаю Если князь не мог убить Курочкина Тогда кто же? Нужно понять, как князь связан с Курочкиной Тогда, возможно, мы узнаем, кто убийца Да и тексты Их расшифровка, надеюсь, многое прояснит Завтра нужно будет навестить нашего криптографа Да, и вот еще что Отправьте-ка запрос На этого господина В Петербургский университет Нужно все-таки узнать Почему его оттуда выгнали Да, будет сделано Яков Платоныч Доброй ночи Доброй ночи Но вся эта история меня больше всего беспокоит Что же стало с бедной Элис? Так просто и так печально У меня все время такое чувство Словно она зовет меня куда-то А потом почему-то убегает Может быть, она зовет меня в дом Курочкиной Наверное, мне нужно еще раз побывать там Может быть, там Элис хочет сказать мне что-то Поговорить со Штольбом? Нет Я убеждена, что он не позволит мне Ему лучше вообще об этом не знать А может быть, вы можете проводить меня туда? Скажем завтра Конечно С вами хоть на край света Значит, завтра В полночь в доме Курочкиной У меня есть еще одна просьба Все что угодно Помните, я говорила вам О неком князе Которому является девочка Да, да Не понимаю, почему вы беспокоитесь Послушайте Если вдруг он станет просить у вас тетрадь Ни за что его не отдавайте Почему? Что-то случилось? Вы верите мне? Вам? Во всем безгранично Ну, тогда просто сделайте, как я прошу Прошу И еще Отдайте на тетрадь Я просто хочу посмотреть там одно стихотворение Конечно Мне пора Да? Да Да Завтра в полночь Да Да А Став Whoops Став Завтра Продолжение следует Есть Помоги Итак Не надо Но Не надо ПIF У А llega ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не спишь? Что с тобой, Анет? Ко мне приходит дух живой девочки. Я, я чувствую, что она жива. Аннет, не может этого быть. Если тебе является её дух, значит она умерла. Я понимаю. Но это особый случай. Я, я чувствую, что она жива и она просит моей помощи. Такое я поверить не могу. Никак. Если бы медиумы могли общаться с душами живых людей, так это в корне бы изменило весь образ человеческой жизни. Представь. Вот ты обедаешь с приятелем. Он тебе что-то врет напропалую, врет и врет, врет и врет, врет и врет, врет и врет. А ночью ты напрямую общаешься с его душой. И вот тебе, пожалуйста, вся подноготная. Тебе просто хочется, чтобы она была жива. Вот и все. Да. А сколько лет назад она пропала? Семь. Семь лет. Она, конечно же, умерла. Иначе бы ты её не видел. Прости меня. Семь. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Еще не ждите. Ничего не ждите. Дайте, что вы такое сковарное. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Яков Платоныч. Ответ из университета. Я так и думал. Войдите. Яков Платонович, объект скрылся в доме Курочкиной. Напарник ведёт наблюдение. Поехали, Антон Андреевич. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Свет зажигать не будем. Туда, в гостиную. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здесь она лежала. Вы смелы. Я не знаю, смог бы я сюда вернуться, если бы пережил такое. Да ну что вы, я трусиха. Я поэтому вас с собой позвала. Я просто очень хочу ей помочь. Девочки, Юлис, я чувствую, что она жива и томится где-то. Как же ей можно помочь? У неё тайна в этом доме. И она сама должна появиться. Нужно просто дождаться. Давайте сядем и подождём. Да? Конечно. Конечно. Мне кажется, я слышу, как бьются оба сердца. Ваше и моё. Да вы что? С ума что не сошли? Да, да. Простите, я действительно с ума сошёл. Просто вы, я, я никогда не встречал такого. Если вы сейчас ко мне подойдёте, я как закричу. Простите, просто эта ночь, этот дом, я скорее умру, чем вас обижу. Не приближайтесь. Если вы мне обещаете, что это, этой глупости больше не повторится. Клянусь. Тогда я вам позволю меня до дома проводить. Всё. Всё. Больше никаких глупостей. Идёмте. Что случилось? Она там. Я никого не вижу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они в подводу идут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь где-то лампа должна быть? Где ты там? Где же она? Она же должна быть здесь. Я же чувствую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь никого нет. Прошел раз она плакала там, за шкафом. Это надо отодвигать. Подождите, подождите. Держите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Господи. Что это? Где же Элис? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Павел! Павел, что с вами? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Анна Викторовна! Не переживайте, его отвезут в больницу. Он увидел наподавшим. Убег ваше высокоблагородие. В годах уже он упрытки. Лица не разглядел. А где тетрадь? Она у Павла. У него нет тетради. Ратозея упустили. У него ножевое ранение. Я думаю, это наш знакомый месье Жан. А где же Элис? Анна Викторовна! Анна Викторовна! Что с вами? Я за доктором! Состояние крайне тяжелое. Он пришел в сознание, но это ненадолго, я полагаю. Вы можете войти, у вас минут пять, не больше. Зачем вы приходили к князю Розумовскому вчера вечером? Я не приходил. Я видел вас собственными глазами. Вы следили за мной. Это че? Честное дело. Где тетрадь? Он забрал ее. Кто? Тот, кто вас ранил? Да. Что вы прочли о князе в той тетради? Ничего. Я не смог расшифровать. Скажите правду. Вы ведь все расшифровали. Якор Патонович, позвольте мне поговорить с ним. Анатолий Андреевич, внизу подождите. Анатолий Андреевич, внизу подождите. Он расшифровал содержание тетради, и оно не в пользу князя Розумовского, мягко говоря. Однако они сработали быстро. Тетрадь у них. Единственный свидетель не жилец. О содержимом знаю только я, да и то не официально. Могу я спросить, князь шпион? Допросите его можно? Вряд ли это что-либо даст, но попытайтесь. И поторопитесь, дело у вас скоро заберут. Я возвращаюсь в Петербург. Благодарю вас, Яков Платонович. Вы сделали все, что могли. Петербург. К ней еще нельзя. В особенности вам, Яков Платонович. Я сожалею о случившемся и приношу вам свои извинения. Вы всегда сожалеете и всегда втягиваете его в свои сомнительные авантюры. Позвольте заметить, я не занимаюсь авантюрами. Я занимаюсь официальным расследованием преступлений. Мне самому жаль, что ваша дочь не здорова, но она оказалась в этой непростой ситуации по собственной инициативе. Все могло бы окончиться гораздо хуже, если бы не я. Мам, ну пропустите уже Якова Платоныча. Прошу вас, Яков Платоныч. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Простите, я опять вас подвела. Да. Вообще-то я не такая трусиха. В этом мерзком подвале силы меня покинули. Я понимаю. Присаживайтесь. Я сам чуть в обморок не упал при виде этой кельи. Какая страшная судьба. А как вы узнали, что я там? Не сложно было догадаться. Я распорядился проследить за Павлом. И когда он отправился в дом, я… А кто же напал на нас в этом подвале? Странная история. Может быть, пройдемся? Все. У меня забрали дело. Князь, не прикасай. Что ж теперь будет? Вас не сошлют на Камчатку? Не думаю. Хотя готов ко всему. А как Павел? Павел Умар. Не принято так говорить о покойниках, но он был нечестный на руку. Он расшифровал тексты в тот же вечер. Как? Действительно гений. Но вот то, что он узнал в тетради, подтолкнуло его на шантаж. Он начал шантажировать князя и заломил астрономическую сумму. Господи, что же там… Что ж там было в этой тетради? Не знаю. После смерти Лоренца Курочкина спрятала эту тетрадь. Я видел протокол допросов Курочкиной, где она твердит, что Джон Лоренц был чрезвычайно богат и где-то спрятал свои деньги. То есть, она хранила эту тетрадь, потому что… Потому что ей казалось, что там зашифровано место клада. Видимо, так. А Элис все эти годы она держала ее заперти, надеясь, что та расшифрует для нее эти тексты и найдет место клада. Господи, как это все… Ужасно. Поняв, что от Элис ничего не добиться, Курочкина связалась с князем и предложила ему купить эту тетрадь. Тот приехал в Затонск, но Элис освободилась от оков и убила Курочкину. А князь… Почему он так неприкасаемый? А потому, что это только мои логические догадки. Павел мертв, а тетради нет. Доказать ничего невозможно. А вы так уж уверены насчет князя? Он выглядит таким порядочным… Вы что, мне не верите? Ну, вы же сами говорите, что против него нет никаких доказательств. Хорошо. Оставим это. Ай, Элис. Она являлась мне, потому что разум ее спит. Как нужно ее найти? Я уже навел справки. В городской приют для умалишенных недавно поступила похожая по описанию девушка. Мы должны немедленно ехать туда, Яков Платоныч. Привезли ее нам три дня назад, имени она своего не знает, ничего не понимает, ничего не говорит. Только как же я мог понять, что вы ищете? В третью палату вы на процедуру. Прошу, прошу. Вот здесь. Вы не бойтесь, она тихая. Вы не бойтесь, она тихая. И в controчете маха. Эти маха. Девушки в режиме на горяде. Пятая маха. Всего вновь в небе. Минут, уважаешься. Открою. В тюрьме. Порим. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...